работа продвигается но что-то я вам не показал но виноват не я но что что я сделал вам сейчас расскажу посмотрите рубероид поверхность фундамента чистая просто на рубероид и все пены нет здесь потому что это помещение будет холодным и смысла нет что-то пенить все без пены закрутил брусок сверху и здесь тоже просто уложил без крепления вот эту доску на фундамент а фундамента здесь смотрите если здесь получился такая ступенька для вот этой вот лаги получилось ступенька вот видно лага 1 2 3 а здесь ступеньки нет тут фундамент снизу как был определенной высоты и толщины так он и остался здесь нет здесь все по-другому потому что здесь опора для лаг получилось но вроде понятно и вот эта доска на 150 она как бы свисает ну видно да это так и надо нужно было установить вертикальные деревянные стойки но я их не установил кроме одной и сейчас вам покажу и вот этой второй вот их нужно было установить потому что это определяет деление двух помещений здесь будет перегородка и дверь и расчертил то есть вот эта черта переходит вот сюда вроде понятно вот таким вот образом закрепил а мне помогала жена и мы эти листы вдвоем подносили и вот таким вот образом их она поддерживала а я на саморез закручивал и все вот здесь вы смотрите как получается брусок на расстоянии от сайдинга и этот брусок если отвесом вертикаль показывает именно вот на торец этого уже фундамента здесь что получилось здесь убрать здесь это просто брус брус крашеный доска тоже крашеная чтобы вам было понятно что к чему ну за стере за эти решетки сразу проглядывается вся скрытая работа сейчас я вам покажу покажу чтобы видели вот как вот смотрите один брусок второй брусок они между собой потом будут соединяться вот таким вот образом и крепится саморезом вот к этой вот доске эта доска вот такая упорная которая заходит в фундамент и на ту сторону фундамента и держится эта доска на бетонном стуле сейчас я вам покажу бетонный стул вот он бетонный стул вы наверно помните держится и здесь тоже бетонный стул и здесь очень много лак очень много и вот здесь тоже самое держится в гнезде этот торец доски но вроде понятно вот как это все может все соединиться между собой как мы захотим так и сделаем женой доску закручивать саморезом не будем посмотрите ни одного самореза нет и не будет самореза потому что саморезы будут только вот здесь вот сюда нужно еще вложить вот такой вот же брусок я его не вложил надо вложить брусок точно такой же как вот здесь смотрите вот смотрите как и здесь закрепил саморезом к этому вот брусу 100 на 100 а почему делится потому что вот эта доска это вот старая доска она потом будет или новая если взглянет скажем ее можно вынимать спокойно она не прижимается ее будет видно можно плинтусом закрыть вот как получается но вроде бы все понятно да вот таким образом опять все складываю чтобы вам было понятно все везде крашена где краской где маслом отработанным двигателя ну вроде бы так теперь вот с этими плитами вот эти плиты мы сейчас будем крепить следующую и следующую будет вот такая вот стена глухая и в этой стене глухой и будем потом выпиливать по размеру где нам нужно будет ну скажем вставить окно то есть вот здесь вот смотрите стык вот это вот этот стык и вот здесь стык вот он вот он стык вот видите да значит там должен быть брусок стойка такая значит от этой стойки нужно и отмерить окно какое должно быть я даже не знаю ну посмотрим женой дальше опять стойка вот это стык стойка и вот здесь опять будет окно то есть пляшем от размера этих плит уэсби следующая плита ну вроде бы я вам все рассказал да но половые лаги этого помещения и половые лаги вот эти вот черные видите этого помещения они сделаны по разному там если я вынимал грунт и получилось вот такое свободное пространство под этим полом а под этим полом расстояние стало меньше потому что сделал я немножко по-другому там если доска длинная 6 метров показывал то здесь этой 6 метровой доски нет сразу же идет опора лаги опора лаги опора лаги опора лаги и вот смотрите как опора лаги одной и второй вот смотрите одной и второй и между собой вот эти вот лаги закрепил то есть лага и так проходит и так проходит и здесь проходит и так проходит везде лаги но они не так как под этим полом потому что нужно было грунт вынимать а этого очень много работы и мы решили вот эти стулья высоту увеличить чтобы не делать работу такую которую мы сделали перелопатили под этим полом ну вроде понятно здесь немножко по-другому устойчивость одинаковая что здесь что там без разницы теперь вот смотрите брусок вот этот вот вот этот брусок вот смотрите я его закрепил саморезом вверх к этой доске но вот вот этот вот брусок один второй брусок там и идет и так далее вот этот весь потолок но это все держится на стенах а стены держатся на фундаменте это фундамент и этот фундамент это разные два фундамента они примыкают друг другу сейчас данный момент и в зимний период какой-то из этих фундаментов будет подыматься или отпускаться я не знаю это может быть и в дальнейшем саморез буду выкручивать вот с этой доски выкручивать и если будет фундамент подыматься подыматься вот этот этого строения будет вот так вот подымать и это будет по-любому и вот эта часть будет отделяться и здесь будет чель если я закреплю все вместе то вот это строение тоже будет подыматься и там будет чель и чтобы этого не произошло будет этот брусок свободный без какого-либо крепления саморезом вроде понятно все объяснил теперь мы с женой будем делать выкройку вот этой вот плиты которую привезли и эту плиту будут будем вот таким вот образом подносить уголок видите какой получился вот сюда будет плита устанавливаться а я буду там вот закручивать саморез и крепить эту плиту но все делаем без каких-либо деревянных стоек а потом будем от этих плит плясать где нам нужно установить двери и окна ну вроде бы все я вам объяснил то что я делал вам не показал но мне кажется вам стало понятно и вы поняли всю работу сделанную которую я вам не показал вот эти плиты замеряем по высоте и каждый раз высота разная почему потому что от потолка до пола с одной и с другой стороны если замерить то высота разная на самом деле потому что осадка на пакли вот этих брусев стопа здесь почему-то выше а здесь почему-то ниже а почему потому что там есть печь и от нагрева печи осадка происходит больше чем вот здесь тем более здесь есть перегородка и еще одна стена тут осадка меньше получается так уж каждый раз замеряем высоту и пилим возьму 228 228 приготовили вот эти вот бруски то есть стойки 228 вот смотрите одной стороны беру 228 вот врать не буду и теперь мне нужно взять держи взять и смотрите пилу здесь есть вот такой вот упор подставляю вот таким вот образом чтобы черта была вот с этой стороны черту делаю есть черта вот эту черту надо обязательно зачеркнуть а то получится ошибка и по новой замеряю делаю новый размер новый размер вот смотрите вот вот она черта да так я прям по рулетке и кардашом прочертил и здесь то же самое вот она черта не ошибаюсь все есть черта теперь вот смотрите беру упор и мы женой начинаем работать с этими зажимами я узел пойду смотреть что у жены жена что-то не может жена молодец ты поняла с какой стороны я держу все и жена сделала теперь нужно сделать подсоединение и отпилить лишнее и вот этот пил чтобы оказался снизу но вроде понятно все беру и пилю снимаем женой идем 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 а теперь она сюда и оттуда держи жена беру саморезы первая скорость посмотрите устанавливаем на вот этот пятачок все они вру 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 туда затолкать вот так завели а теперь только ставим напиток да мы жены все моя жена теперь держит смотрите она руки раскрыла мне тут отпускай жена посмотри брусок получился ненормально получился а почему ненормально потому что сюда еще один брусок нужно ну ладно как получилось так получилось все посмотрите плиту закрепили саморезом и теперь нужно саморез здесь какая-то щелка жена что-то плохо держала виноватая наверно точно щель идет наешь жена брак сделал давай переделывать держи жена моя чтобы было все без щелей все мы жена закрепил так проверяю молодец можно вот это не нравится никаких зазоров не два не три не пять миллиметров можно закрутить так это я закрепил снизу тес закреплю вот эту вот эту штуковину сейчас буду переносить вот сюда ее нужно перенести и вот таким вот образом закрепить посмотрите вот здесь щель вот так нету сейчас я вам покажу снизу вот видите да как получается теперь закручиваю лучше на 3 теперь есть такая вот подставка упор для того чтобы установить лист и не держать и не париться а здесь вот этот вот саморез я потом выкручивать выкручивать буду но чтобы мне дальше продолжить вот сюда нужно работу продолжить вот сюда нужно продолжить крепить еще один брусок вот сюда маленький коротыш вот как да и про дверь вам не рассказал вот эту дверь пришлось вынимать потому что эта дверь делалась непонятно по каким размерам она больше большего чем вот эта дверь и уровень здесь был разный и чтобы нам здесь пол сделать вот смотрите 1 и 2 помещение по уровню при открытии двери это же удобно пришлось вынимать эту дверь ее нужно поднять и вон там зарезать я уже зарезал зарезал несколько раз потому что вот это все стопа она все мялась мялась и мне приходилось вырезать вырезать 10 раз вырезал вы смотрите уже сколько я теперь еще надо будет вырезать потому что мы с этой стороны подымаем а там брусок подложим чтобы дверь открывалась вот для этого я ее оттуда вынимал ну она весит наверное 250 килограмм но это вот раньше кто-то хотел такую вот дверь и что там за металл даже не знаю 250 вынимал с трудом вот не поверите ее поднять невозможно смотрите что из бруса получается пропилил сломал потом пилой провел и стало ровненько и теперь мне нужно здесь то же самое сделать потом пропилить таким вот образом и получится из бруса вот такая конфигурация это нужно вот хоть ты лопни нужно делать и все иначе дальше работа не пойдет с торца там где мы хотели установить вот такой дверной блок это из новой квартиры сын когда купил квартиру и выход на балкон то есть на лоджию эта дверь простояла очень много много лет и теперь мы хотим ее установить вот в этот торец но она до того высокая устанавливается посмотрите на фундамент и упирается в этот брусок и чтобы ее установить нужно выпиливать чем я сейчас и занимаюсь выпиливаю вот такую конфигурацию для двери и дверь будет открываться не вовнутрь на улицу так у нас получается единственное что нужно ручку переустановить каким-то образом этим я тоже буду заниматься вроде бы женой обдумали все все обдумали и пропиливаю ламаю ламаю бросаю ну как всегда делается ну вроде бы ломаю но с трудом почему-то все сломал теперь выравниваю 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 смотрите гладко-гладко получилось теперь нужно просто срезать лишнее и отбросить и все устанавливать на место вот такой вот ход вот такая деталь получилась теперь теперь эту деталь буду вкладывать вот сюда посмотрите видите как буду вкладывать и вот эту доску буду теперь она как бы свисает я ее буду вот так вот что такое пошло пошло и потихонечку каждую доску буду вот сюда укладывать потому что здесь небольшой провис получился ничего страшного вот елки-палки как бывает доска до того тяжелая так как бы с ней справиться часов в в М-м-м. Смотрите, саморез здесь торчит, ёлки-палки, но я его сломаю, всё, вот сюда прям на поверх вот этого фундамента будет устанавливаться вот эта вот дверь, вот таким вот образом, но пока я ее устанавливать не буду, нужно устанавливать стойки, вот этот отрезок вот сюда нужно прижать, этот отрезок остался от листа, там отрезали, вот этот остался, мы его будем вот сюда без каких-либо отрезков маленьких, оттуда вот сюда, тут что получится, пока отходов у нас нет, что-то так получается. Смотрите, давайте посмотрим, что происходит. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...